Не имеющий аналогов в мире, в честь 23-й годовщины начала миротворческой операции на Днестре свои двери для всех желающих распахнул Объединенный штаб совместных миротворческих сил в Бендерах. Гости поздравили миротворцев России, Приднестровья и Молдовы. После каждое из подразделений продемонстрировало свои боевые навыки. За всем этим наблюдал и наш корреспондент Ярослав Богат. На плацу Объединенного штаба совместных миротворческих сил построены миротворцы. Российские, Приднестровские, Молдавские. Под общим знаменем. С 23-х летием начало их миссии на Днестре также поздравляют представители нескольких государств. Об успешности и эффективности миротворческой операции на Днестре упомянули сегодня, пожалуй, все выступающие. Многие солдат считают, что такое признание – лучшая награда за их работу. Миротворческие силы, в состав которых входят подразделения Российской Федерации, Республики Молдовы, Приднестровья и группа военных наблюдателей, ежедневно обеспечивают мир и спокойствие. Верность принципам мирного урегулирования позволяет эффективно проводить в Приднестровье уникальную миротворческую операцию, аналогов которой нет в мире. За эти годы мы в ОБСД убедились в профессионализме и верности делу миротворцев. Мы обеспечили в верной вам местности самое главное мирное небо на населении обеих парков Днестре, их безопасность и уверенность в завтрашнем дне. С вводом миротворцев в зону конфликтов была остановлена активная фаза боевых действий. В результате принятых усилий конфликтующие стороны были разведены, а кровопролитие остановлено. В годовщине из рук своих военных начальников и приглашенных гостей миротворцы получили награды. От благодарных жителей – подарки. Так солдат поздравили представители Биндеры рынок торга и банка ипотечные. Для меня, как представителя администрации, Биндеры рынок торг, было особо почетно принятие участия в праздновании 23-х годовщины несения службы имитровских сил на территории Приднестровской областной республики. После торжественного митинга показательные выступления. Свои боевые навыки демонстрируют по очереди три миротворческих контингента – России, Приднестровья и Молдовы. Все внимательно друг за другом наблюдают. Программа практически идентичная. Двукопашный бой, работа с оружием, однако совместных занятий у трех миротворческих сторон нет. В день открытых дверей напомнили, что на протяжении двух лет совместные учения не проводятся из-за нежелания Молдовы участвовать в них. Кишинев за замену миротворцев международной миссии гражданских наблюдателей. Местные жители с такой позиции соседней республики не согласны. Возможно ли, как вы считаете, смена миротворческого формата на гражданских наблюдателей? Не могу я сказать. Сложно. В свете того, что сейчас вокруг нас происходит, я думаю, пока нет смысла в этом. Это люди, которые нам помогли в свое время, и благодаря им уже столько времени у нас мир и покой. Миротворцы – это у меня защитники все-таки, а не защитники нашей Родины. Способны ли гражданские, скажем, военные наблюдатели обеспечить возможное разведение конфликта? Наверное, нет. Мы сегодня реально знаем о событиях 1992 года, когда такой эксперимент, опыт уже проводился. Когда в зоне конфликта на разграничении сторон встали гражданские наблюдатели и от Румынии, и от Украины, и от Молдовы, и от Приднестровья. Но при первых же выстрелах начала войны, 19 июня, значит, все они покинули свои места несения службы. Всех их пришлось эвакуировать из зоны конфликта. Поэтому мы говорим, что до полного регулирования Приднестровского конфликта никаких изменений миротворческого формата, наверное, все-таки невозможно. Сегодня в миротворческой операции участвуют 378 российских, 362 молдавских, 409 приднестровских миротворца. Поздравить с праздником получилось не всех. 112 из них несли службу на своих постах. Люди в разной военной форме, разных армий и с разными политическими взглядами. Здесь, в Приднестровье, их объединяет голубая нашивка с золотыми буквами МС, которые еще 23 года назад стали символом мира на этой земле. Жители республики уверены, пока миротворцы здесь, мирное небо не затянет и в дальнейшем. Ярослав Богат, Александр Чабан, Первый Приднестровский телеканал.